Продолжение следует... Много всего интересного. Подписывайся. Продолжение следует... Итак, правая рука у нас играет практически всю композицию, один рисунок. В левую у нас всего лишь один аккорд, далее одна постановочка и по одному пальцу потом. То есть у нас будет 4 такта, в одном будет АМ, во втором такая постановка, далее один зажатый палец, потом ещё раз зажатый палец. Всё. Так, давайте разбираться. Первое, что нам нужно, это поставить аккорд АМ. Дальше, что мы видим по табе. Нам нужно одновременно ударить по второй и пятой струне. Это у нас будет пятая открытая, а вторая зажатая на первом ладу. Итак, ударили одновременно вторую и пятую струну, далее дёргаем третью. Третья у нас уже зажата на втором ладу. Так, далее снова дёргаем вторую, потом снова третья, вторая, третья. Теперь все это вместе. Дальше нам нужно ударить пятую одновременно с первой. Они у нас обе открыты, а дальше ударяем третью струну, которая зажата на втором. Так, весь такт вместе. Ещё раз. Так, следующая постановка. Мы зажимаем первым пальцем на первом ладу шестую струну. Далее вторым пальцем зажимаем. Возможно, кому-то будет сложновато через лад прыгать, но потренируйтесь, это несложно. Вторым пальцем мы зажимаем третий лад на четвёртой струне. И четвёртым пальцем зажимаем пятый лад. Пятый лад мы зажимаем на первой струне. Получается вот такая постановка. Так, ещё раз. Шестая струна, первый лад. Четвёртая струна, третий лад. И пятый лад, первая струна Итак, ударяем первую и шестую одновременно Далее поочередно играем первую с четвертой струной То есть так же, как в прошлом аккорде Итак, ударяем одновременно И дальше поочередно первую с четвертой И в конце такта у нас есть переход Нам нужно с пятого лада мизинец убрать С первой струны И поставить третий палец на третий лад И ударить одновременно с шестой струной И дальше ударить четвертую Выглядеть это будет вот так А дальше нам потребуется один палец Ставим его на третий лад, на пятую струну Так, поставили палец И ударяем одновременно пятую и первую струну Первая у нас открыта И играем поочередно с треть открытой Так же, как в прошлом аккорде Играем поочередно Дальше опять мы одновременно ударяем пятую и первую Дальше третья Все вместе так И следующая постановка Это просто мы этот палец ставим дальше на шестую Тоже третий лад, но шестая струна А играть будем уже поочередно вторую и третью струны Не первую третью, а вторую и третью И точно так же играем бас одновременно со второй Сейчас поочередно с третьей Здесь в конце у нас будет немножко по-другому Нам нужно будет поставить мизинец на пятый лад, на третью струну и ударить одновременно с басом С нашей шестой струной на третьем ладу Вот так будет целиком Чтобы вам было проще выучить, давайте немножко разберемся Как мы видим сейчас все эти табы И все четыре такта у нас четыре четвертых И они полностью заполнены восьмыми нотами Что мы видим? Бас у нас на одной восьмой и на семь восьмых То есть это у нас повторяется из тактов так Мы ударяем бас на самый первый удар такта И на седьмой его долю Структура у нас во всех тактах одинакова То есть нужно понять, чтобы было проще запомнить Мы всегда в одном месте дергаем бас И также по той же структуре играем нижние струны Везде все одинаково, только зажимаем по-разному То есть в правой руке у нас все должно быть одинаково Единственное, у нас в последнем такте семь восьмых Она звучит, дальше продолжается на восемь восьмых То есть она звучит две доли Семь восьмых и восемь восьмых Она просто звучит дальше А все остальные такты у нас звучат полностью ровно Но восьмыми нотами, без восстановки А бас у нас на первой и седьмой доли Надеюсь, вам будет так немножко понятнее и проще И на этом все Всем спасибо за просмотр Увидимся очень скоро Я надеюсь, вам понравилось Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Какие разборы вы хотите увидеть дальше Ставьте лайки Как без лайков Субтитры сделал DimaTorzok